Всем привет! И я думаю, многие из вас задумывались, как бы неплохо добавить своему автомобилю десяточек другой лошадиных сил. И для этого существует множество способов. Можно расточить поршневую, поставить более мощную турбину, заменить свой двигатель на более мощный, ну и конечно, в конце концов, сделать чип-тюнинг. И сегодня мы рассмотрим один из этих вариантов. В нашем случае это будет чип-тюнинг. Для этого нам понадобится ноутбук и шнур для того, чтобы считать нашу прошивку из блока управления автомобиля, затем его немного подкорректировать и залить обратно. Так что, друзья, для кого эта тема интересная, поехали! Итак, друзья, сейчас мы приступаем к считыванию нашей прошивки стоковой из автомобиля. Это мы делаем на автомобиле Volkswagen Touran. Этот автомобиль буквально недавно у нас был на ремонте по замене ремня ГРМ и подушки двигателя. Кому интересно, можете посмотреть, ссылочка будет в описании под этим видео. Итак, приступим. Пользоваться мы будем программой MPPS 12 серии. В принципе, все это можно приобрести в интернете. Все эти программы, шнуры, сейчас всего этого хватает. Один из самых таких дешевых шнурков, скажем так, для чип-тюнинга, ну, подходит довольно-таки ко многим автомобилям. Итак, сейчас мы выбираем марку автомобиля. Я вот здесь уже все выбрал, но, может быть, немножко плохо будет видно вам. Выбираем Volkswagen Touran. Свой двигатель выбираем и вот свой блок управления. И нажимаем кнопочку «Считать». По завершению процесса наша прошивка сохранится на диске C. Затем мы ее немножко подкорректируем и зальем уже модифицированную прошивку. Итак, друзья, вот и пришла наша прошивка уже модифицированная. Сейчас мы ее будем заливать обратно в автомобиль. Итак, нажимаем вот эту вот кнопочку в верхнем левом углу «Запись». Выбираем папку, в которой находится наша новая модифицированная прошивка. Так, в нашем случае это на диске C. Вот наша прошивка. Выбираем эту прошивочку. И нажимаем «Продолжить программирование». Ждем, ждем, ждем. Все, процесс пошел. Вот у нас начался процесс. 3%. Во время заливки прошивки держите всегда ноутбук полностью заряженным, чтобы, не дай бог, он у вас в процессе не отрубился и прошивка ваша не слетела. Пока процесс идет, мы сейчас остановим, потом включим, когда уже она у нас зальется. Ну вот, друзья, не прошло и полгода. Программирование у нас завершилось. Все довольно-таки быстро загрузилось обратно в блок управления. Сейчас мы немножко ее протестируем и потом поделимся с вами своим впечатлением. Ну что, друзья, делаем сейчас небольшой контрольный забег, скажем так. Скоро заменять не будем, но посмотрим, как она в динамике изменилась. Блин, самолет. Стартует, конечно, она вообще шикарно. Заметно прибавилась мощности в машине. Вообще класс. Плавно все идет. Так, сейчас разворачиваемся, ставим в гараж, поехали. Друзья, мы сделали небольшой тест-драйв, и что я могу сказать? Нас просто переполняют эмоции, море впечатлений. Машина стала просто ракетой. С места набирает скорость. Моментально буквально до сутки разгоняется. Мы не замеряли, но, блин, ощущения непередаваемы. Просто вдавливает тебя в сиденье. Вообще класс. Так что, друзья, кто загорелся, кто хочет себе сделать чип, пожалуйста, я оставлю ссылочку на сайт ребят, которые занимаются чип-тюнингом. Также они занимаются всем, что связано с дизельными автомобилями. Это топливная аппаратура, сажевая фильтра. У них вы можете заказать себе прошивку, переслав свою. Они ее откорректируют, и за имя количество денег вам сделают то, что вы пожелаете. Отключат вам ЕГР, удалят сажевый фильтр программно. Любой каприз, короче говоря. Так что переходите по ссылке. Ссылочка будет в описании под видео. Заходите, узнавайте и катайтесь. Это просто непередаваемые ощущения. Ну, а на сегодня у нас все. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok